В эфире новости Дагестан в студии Зухарарьева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Около полутора тысяч ДТП за год. О тревожной статистике расскажем через минуту. Отказался от брони и ушел на фронт. Историю молодого сотрудника республиканского МФЦ расскажут наши корреспонденты. Внимание к семьям участников СФО в приоритете у властей. Глава правительства навестил родных погибшего в зоне спецоперации военнослужащего. 1441 ДТП зарегистрировали в Дагестане за прошлый год. В них погибли 320 человек. 261 из них скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Такие данные приводят службы экстренной медпомощи Дагестанского центра медицины катастроф. Каждое второе ДТП, произошедшее из-за употребления алкоголя, заканчивается смертельным исходом, поясняют специалисты ведомства. Большинство аварий происходит из-за употребления алкоголя, выезда на встречную полосу и несоблюдения дистанции. Новые автобусы поступят в Дагестан немного позже, в течение двух лет. Такое разъяснение дает Минтрансрегиона. Напомним, ранее прошла официальная информация о том, что планируется закупка 60 автобусов среднего класса, в том числе адаптированных под перевозку инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 560 млн. рублей. Спешим уточнить, что транспорт планируется закупить в течение двух лет. В этом и в следующем году, а не в течение текущего года, пояснили в министерстве. Наш следующий сюжет о смелом молодом человеке. Магомед Истрапилов считает, что его место не в уютном теплом кабинете, а там же, где его соотечественники, в зоне боевых действий. Почему Магомед, имея законное право не попасть под мобилизацию, а все же поехал на фронт, расскажут наши корреспонденты. У него была бронь, но не было желания отсиживаться дома, когда другие поехали в зону СВО. Магомед Истрапилов – один из тех, для кого родина – не пустой звук. Сотрудник юридического отдела республиканского МФЦ не стал уходить от мобилизации, а сразу принял решение. Маму не предупредил. Для нее звонок сына с призывного пункта стал полной неожиданностью. Когда он уходил, он меня поставил просто перед фактом. Я была на работе. Вернее, я уходила на работу, он еще был дома. Я говорю, почему ты идешь на работу? Он говорит, мне нужно задержаться, мне нужен военкомат. Я где-то, наверное, через час-два я набрала ему опять. Он говорит, мам, я в призывном. Я говорю, что ты там делаешь? Он говорит, я ухожу. Ну, естественно, понимаете, да, мое состояние. Я в шоке, я на работе, я не знаю. Я отпросилась, убежала, мне даже на работе дали машину, сказали, вот ты куда в таком состоянии. Поздравить участника СВО с Днем Защитника Отечества пришли представители МФЦ и Министерства экономики республики. С начала мобилизации Магомед сам изъявил желание принять участие в официальной военной операции. По собственному заявлению в отделе кадров он снял соответствующую бронь и с соответствующим заявлением попал в списки мобилизованных граждан. Пример Магомеда – это пример патриотического воспитания. Я поблагодарил его маму, уважаемую Гульнару Камилову, за вот это воспитание, потому что вы видите сегодня, как он разговаривает, о чем он говорит, его настроение. Это действительно хороший, достойный пример, на котором мы дальше должны воспитывать нашу молодежь. Сам Магомед свой поступок не склонен идеализировать. Считает, что так должен был поступить каждый, кто разбирается в происходящих событиях. Ну, конечно, любая мать отреагирует. Ну, просто я думаю, что мы в первую очередь мужчины. Как бы ни было, наши родители должны поддержать наше решение, потому что это решение нам направлено в первую очередь для их блага, для их будущего. Поэтому, ну, как бы, естественно, переживала, как мать, потому что, ну, любой родитель будет переживать, это нормально. Просто нужно понимать иногда своих детей и стараться, наоборот, поддержать такие моменты, потому что... Самое главное для бойца, воюющего на передовой, это крепкий тыл дома. У Магомеда такая поддержка есть. Это родная мама, которая, конечно же, переживает за сына, но уверена, что иначе нельзя. Я не приветствую тех людей, которые вот убежали, как трусы, за границу и сидят там. И что дальше? Я не понимаю и никогда это не пойму. Да, мне, конечно, больно за сына, ну, я переживаю, но, тем не менее, я и горда, что мой сын повел себя правильно. Карим Гамаев, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. Абдул Муслим, Абдул Муслимов навестил семью погибшего в ходе СВО военнослужащего Шамиля Гаджимурадова. У него остались жена и две дочки, семилетняя Марьян и восьмилетняя Аиша. Премьер-министр от имени главы Дагестана Сергея Меликова выразил слова соболезнования родным и близким. После этого состоялась беседа с членами семьи, в ходе которой он поинтересовался у девочек успехами в школе и узнал, в решении каких вопросов нужна поддержка. Ну, значит, всевышним было суждено, что мы должны жить такое время, мы должны отстаивать интересы нашего государства. И вам огромное спасибо, что вы воспитали такого сына. Вам огромное спасибо, что у вас такой муж. Поэтому, ну, что поделаешь, мы все должны быть готовы к такому дню. Ну, конечно, хочется, чтобы наши дети были рядом с нами, наши братья, наши сыновья, наши мужья. Напомним, для помощи семьям участников СВО в республике создан фонд «Все вместе». Поддержка родных, как ничто другое, придает крепость духа и стойкость тем, кто отдает долг Родине в горячих точках. Для тех, кто с нетерпением ожидает возвращения домой своих сыновей, мужей. В конно-спортивном клубе «Зебра» прошла акция под названием «Родным защитников Отечества». Мероприятие было организовано по поручению главы республики. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Забота и внимание к семьям участников СВО – это основная задача государственной политики сегодня. Особенно в свете послания президента России федеральному собранию, где этой теме было уделено особое внимание. По поручению главы республики мероприятие с приглашением родных и близких военнослужащих было организовано и в Махачкале. Вы всегда были уверены и знали, что мы всегда готовы вас выслушать и вместе с вами решать ваши проблемы, какие бы они ни были, по мере наших возможностей. Дай Аллах вам здоровья, сабор, тупение. Мы всегда с вами. Выразить свою поддержку семьям военнослужащих пришли представители министерств, ведомств и общественных организаций. Мы всегда будем гордиться храбрыми бойцами, вашими сыновьями и близкими. Для нас они герои. Государство и власть на местах будут делать все возможное для того, чтобы память о них навсегда осталась у наших будущих поколений. О них нужно писать. В каждом селе, в каждом районе, в городе должна писаться книга памяти. Ведь мужество не бывает случайным. И корни мужества в каждом из вас, сидящих в этом зале. Для всех приглашенных организаторы постарались сделать увлекательную программу, особенно для маленьких зрителей. Их развлекали веселые аниматоры, дети также получили набор сладких подарков. Ларианна Шимхалаева, Карим Гамаев, Саид Шагитов. Новости ННТ Махачкала. Улучшить взаимодействие представителей власти и религиозных деятелей на благо общества. Эти вопросы обсудили на встрече мэра Каспийска Бориса Гонцова и полпреда Муфтия по городам республики Мурада Исмаилова. Стороны обсудили вопросы религиозного просвещения и нравственного воспитания. Намечены планы для дальнейшей совместной работы. Мурад Исмаилов также принял участие в работе 26-й сессии собрания депутатов Каспийска, где были подведены итоги деятельности городских властей за прошлый год. И о спорте. Боксер Заур Абдулаев проведет свой 18-й профессиональный поединок. 7 марта он встретится с экс-чемпионом мира из Панамы Рикардо Нунесом. Свой предыдущий бой воспитанник Каспийской школы бокса провел в сентябре прошлого года, где досрочно одолел мексиканца Хабани Страфона. Всего на счету Абдулаева 16 побед и только одно поражение. Встреча с Нунесом станет вторым по значимости событием турнира RCC в Екатеринбурге. Главным боем вечера станет противостояние Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова. Титул остается вакантным. Бой за пояс чемпиона AMC Fight Night признан несостоявшимся. В главном поединке вечера на турнире в Сочи дагестанский боец Ахмед Алиев встретился с Магомедом Сулумовым из Грозного. Соперники провели в клетке чуть больше 10 минут, пока в третьем раунде Алиев случайно не попал пальцем в глаз Сулумова. Спортсмен из клуба Ахмат не смог продолжать поединок и судьи признали бой несостоявшимся. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.